Наши люди, наш инструкторский состав, наши менеджеры, они работают также с людьми. Поэтому с точки зрения позиционирования начать следует с того, если вы хотите выстроить команду людей, к своему отношению к людям, относиться к ним не как к кадрам, не как к ресурсам, а как к людям. Да, безусловно, термин сотрудник, он имеет место быть, и мы от него никуда не уйдем никогда. Но внутри отношения руководителя, если вы хотите работать в команде со своими сотрудниками, должно быть отношение непосредственно как к людям. Это очень важно. Очень важный момент для того, чтобы избежать всех этих нюансов, это выстраивание команды. Тын-тын, не командные. Командные работы, эффективные командные работы. Группа людей, по большому счету, это команда, но работают они эффективно. И работают ли они вообще как команда. Здесь основную ключевую роль несет непосредственно руководитель. На командную эффективную работу людей мотивируют и стимулируют серьезная задача. Первый нюанс. Для того, чтобы начать выстраивать командную работу у себя в клубе, начните с определения своей миссии. Неважно, у вас сеть фитнес-клубов, вы студия. Напишите, пропишите миссию, почему вы существуете. Не только с точки зрения трансляции этого для клиентов, а с точки зрения трансляции для сотрудников. Почему он или этот сотрудник будет работать у вас? Или сейчас, почему те сотрудники, которые есть, работают именно у вас? Очень важно, что командную работу все равно для любой команды нужен лидер. Согласны? Безусловно. И то, как вы себя ведете, и ваш пример управленцев, он будет непосредственно создавать и лидеров в команде. Принимая людей на работу, создавая там команды, неважно, для одного маленького проекта или более глубоко, очень важно свои вещи транслировать, свои принципы работы с людьми транслировать и доносить до сотрудников. Безусловно, в каждой команде есть индивидуальности, без этого никуда. Но это не будет мешать, поверьте, работать эффективно группе людей, которых вы выберете, примите для себя. Ну и, конечно, в любой команде, внутри любой команде должна быть дисциплина. Их много, они, конечно, могут быть все творческие, куда угодно, но они должны четко знать, что они делают, в какой период времени и почему. Вы знаете, что есть три уровня мотивации по пинку. Первое — это выжить, второе — это непосредственно внешняя мотивация, которая чаще всего сейчас встречается именно в подразделении тренажерного зала, и это мотивация кнута и пряника. Ругал — похвалил, поругал — похвалил. И есть мотивация 3.0 — это внутренняя мотивация, меня прет от того, что я делаю. Вот эта вот мотивация чаще всего присуща именно инструкторам групповых программ. И именно из-за этого факта порой внутри фитнес-департамента нет взаимодействия. У одних одна мотивация, у других совершенно другая мотивация. И здесь очень важно понимать, что что делает руководитель, когда пытается вдруг их в команду взять. Они так собирают и говорят, а теперь работаем в команде. Не работают. Они по психотипам разные. И здесь очень важно доносить до инструкторов тренажерного зала непосредственно психотип групповиков. Я расскажу, какими инструментами это делается. А до инструкторов групповых программ психотип инструкторов тренажерного зала для того, чтобы они понимали, как они устроены сами. Они же этого не понимают. Ну, чаще всего так происходит. С чего начать, собственно, такой первый этап — формировать хорошую команду? С поиска сотрудников. И это надо делать по-другому, поскольку не так, как было раньше, или не так, как некоторые делают сейчас. А как делают? Ну, на сайте клуба вакансия, объявляется вакансия, или открыта вакансия, на такую-то позицию обязанности пошло. Или на Headhunter разместили тоже открытую вакансию. В некоторых городах бегущие стройки раньше особенно работали. Вот, открытая вакансия. Поскольку ценности меняются, люди меняются вместе с ними, придумайте какие-нибудь интересные вещи. Как ни крути, но периодически каждый коллектив надо взбодрить. Потому что, да, вроде бы они взаимодействуют, эффективность есть, командная работа есть, но потом что-то теряется, что-то происходит непонятно, неописуемое. Многие руководители, к сожалению, думают, что это связано непосредственно с ними, что они меньше стали общаться с сотрудниками. И вот начинают все время общаться с сотрудниками, как-то их взаимодействуют, прям увеличивают частоту общения с сотрудниками. Это утопичный вариант. У людей сразу ощущение, о, снова он, о, опять он пришел, о, опять сейчас будет собрание на 4 часа, и какая-то идеологическая лекция по этому поводу. Следует увеличивать в этом случае не частоту общения, а каналы, чтобы поступало к ним такое же количество общения, которое и было, но через другие каналы. Я имею в виду сотрудников тех, что, например, через топ-менеджеров. Если вы фитнес-директор, чтобы они общались больше через координаторов. Для того, чтобы… Еще один канал — это все равно уровень мотивации у команды в целом, и у каждого игрока, скажем так, команды, он разный. Поэтому стоит менять непосредственно подход мотивационного характера. Но один любит похвалу, да, другому надо, чтобы его поругали. Поменяйте каналы, попробуйте по-другому теперь пойти в этом пути. Тем не менее, совместное обучение — это один из принципов, который действительно команду приводит в бодрый вид. Есть моменты, когда, например, есть обучение строго для инструкторов тренажерного зала. Только неграмотные руководители говорят, о, там, инструктор групповых программ, сидите, отдыхайте, это для инструкторов тренажерного зала. Извините, анатомия физиологии, она одна. И даже если будет какая-то специфичная методика, связанная с работой в тренажерном зале, то инструктору групповых программ просто необходимо туда пойти. Как минимум для того, чтобы понимать, а что инструктор в тренажерном зале делает.